Сезонные острые респираторные вирусные инфекции, а также грипп, связаны, как правило, с похолоданием. Приближается время, когда грипп становится по-настоящему опасным. Как славянцам обезопасить себя от этого серьезного заболевания, об этом мы расскажем в нашем следующем репортаже. Нынешний эпидемиологический сезон способен преподнести неприятные сюрпризы. Важно правильно подготовить свой организм к осенне-зимнему периоду, когда начинается рост заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппа. В настоящее время самый эффективный способ профилактики – это, конечно, вакцинация. И она уже идет в нашем муниципалитете, начиная с конца августа. Как подготовить свой организм к сезонному гриппу и почему важно сделать прививку, нам рассказала врач-инфекционист славянской ЦРБ Валентина Дусимова. Нам необходимо создать общий коллективный иммунитет, так как грипп может протекать не только в легкой, но и в тяжелой форме и вызывать более тяжелые осложнения, так же, как и COVID-19. Это будет не больничная пневмония, а осложнение хронических заболеваний, бронхиальная астма, обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому вакцинация необходима всем лицам, независимо от возраста. Вакцина от сезонного гриппа – это проверенная вакцина. Осложнений она никаких не вызывает, противопоказаний нет для вакцинации. Иммунизация против гриппа проводится, как правило, перед началом эпидемического сезона. Оптимальные сроки с сентября по ноябрь. Для того, чтобы перед началом эпидемического распространения инфекции у человека сформировался иммунный ответ на введенный препарат. В первой поликлинике, где побывала наша съемочная группа, не ослабевает поток славянцев, пришедших сюда привиться от гриппа. Они уверены, что сделали самый правильный выбор. Я считаю, что прививаться нужно, это важно. Осложнений от прививки никаких нет. Я чувствую себя прекрасно и всегда осуществляю это в такой важный период, чтобы подготовить свой организм. Прививка против гриппа гарантирует то, что человек или совсем не заболеет, или перенесет грипп в более легкой форме, без серьезных осложнений. Как считают медицинские работники, немаловажную роль в предупреждении заболевания играет и соблюдение личной гигиены. Важно чаще мыть руки. Рукопожатие, поручни в общественном транспорте, ручки, дверей в организациях и учреждениях – все это источники повышенного риска в передаче вируса гриппа. После любого подобного контакта необходимо тщательно вымыть руки с мылом или протереть их влажными антибактериальными салфетками, обработать антисептическими средствами. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова